Добрый день! Меня зовут Виктория и вы на канале Мурашных в Дома. В прошлом видео мы показали вам распаковку маленького деревянного формикария, предназначенного для наших муравьев Темноторекс унифасциатус. Сегодня мы расскажем, как проходит знакомство наших мурашей с их новым домом. Семья наших Темноторекс совсем молоденькая, и кроме королевы, муравьи никогда не покидали пределов своей пробирки. Это будет их первый выход в большой мир. Конечно, мы понимаем, что сами муравьи вряд ли покинут сулящую безопасность пробирку в ближайшее время по доброй воле. Однако, применять принудительные методы переселения мы будем только после того, как к нам приедет новая поилка, которую мы установим на арене. Мы заказали на Алиэкспресс самую маленькую поилку из возможных, ссылка на нее будет в описании. Для того, чтобы мураши начали знакомство с новой территорией, мы построили переход из пробирки формикарий. К концу трубки-переходника приложили половину деревянной зубочистки, чтобы по ней мелким было легче спускаться на арену, куда мы поместили временную поилку с пропитанной водой ватой, а также оставили мурашам угощение в виде глюкозы, налитой в маленькую мисочку. Ну, что все как у людей. Вот такая у нас получилась конструкция. Все подготовив, мы стали ждать первых разведчиков. Муравьи достаточно быстро обнаружили, что из пробирки ведет путь в новый мир. Трубка-переходник у них не вызвала опасений, и по ней они добежали до ее противоположного края уже через 10 минут после подключения. Однако, выходить из трубки в огромный и наверняка полный опасности мир мураши не спешили. В конце концов, на краю трубки сошлось и нерешительно переминалось ноги на ногу трое озадаченных разведчиков. Они выглядывали, осматривались, но прошел целый час, прежде чем один из них решился спуститься по зубочистке на арену. Маленький шаг для одного муравья, но гигантский прорыв для муравьиной семьи. Наконец, муравьи-разведчики на арене. Они тщательно ее обследовали, заглянули в поилку, нашли капельку глюкозы и немного подзакусили ею. Даже изучили боковые стенки. Периодически муравьи наведывались домой, чтобы рассказать своим сестрам о новом мире, который они обнаружили. Но потом вновь возвращались в армикарий. В результате арена была исследована вдоль и поперек. Только одно нас немного расстроило. Пока что ни один из разведчиков так и не спустился в комфортабельную и уютную деревянную часть фармикария, в их будущее гнездо. К вечеру все разведчики вернулись к себе домой в пробирку. Вот так прошло их первое знакомство с новым домом. Теперь мы ждем, когда же муравьи освоятся на новой территории. Пищу мы будем выкладывать именно сюда, на арену. Надеемся, что это будет мотивировать их к переселению на новую территорию. Ну а нас мотивируют ваши подписки, лайки и комментарии. И, кстати, количество наших подписчиков достигло уже 700. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите в комментариях и до следующего видео!